Всем привет, ребята! Сегодня будет небольшой эксперимент с порошковой краской. С порошком я только начинаю работать. У меня есть камера, у меня появился пастолет, система подготовки воздуха. Сейчас готовится помещение, в котором будет специализирована именно порошковая краска. Но пока работаем на коленке и учимся, получаем опыт. Сегодня у меня есть такой себе небольшой заказ. Ну, точнее, как модель, которую я прорабатываю, которую я должен показать заказчику. Предварительно она согласована. И сейчас для себя я должен понять, как я должен готовить поверхность. Речь именно о сварочных швах. Это 2 мм пластины, они не сварены. В этом заказе вот таких вот швов будет, наверное, около 200 метров, не считал. Работающий много. Вопрос теперь к подготовке. Как этот шов должен быть зачищен, чем, каким зерном и, следовательно, какой краской должен быть покрашен. Ну, речь идет, там, либо апельсиновая корка, шагрень, глянец. Там, конечно, глянце досмотрелось бы это все интереснее. Ну, не знаю, как он перекроет швы. Поэтому сегодня вот я уже подготовил из того же металла, с которым я работаю, 4 таких образца. Зачистим разным зерном и покроем разной краской. Для этого 4 образца. Я думаю, что будет 2 одной краской, 2 другой, и один одним зерном, другой, другим. Фу, что-то запутался, да? Итак, наши заготовочки. Это листовое железо 2 мм. Толщиной порезано плазморезом. Да, видно по стыку. И сварено электродом. Теперь, как я стыковал их? Вот представлен для наглядности наша заготовка 2 мм. И стыковались они вот где-то вот так, на серединочку. Если вот эта толщина 2 мм, да, то вот один лист. И к нему пристыковывался второй вот где-то вот на половину его толщины. Вот примерно была такая картина. Но это все в масштабе. Вот это все дело электродом я подбираю угол, да, вот. И проплавляю электродом все. Обычно электродуговой сваркой. У меня есть полуавтомат. Ну, вот эти вот вещи больше проплавляет электрод. Мне от него меньше шлака потом остается. Шов такой, ну, более податливый для абразивных кругов. Вот полуавтомата проволока такая, ну, она больше, более углеродистая. Там шов такой жесткий, его зачищать тяжелее. Тем более от него остается больше шва. Перенос материала у полуавтомата выше. А электрод больше проплавляет. Если подобрать, поиграть с током. И можно такие вещи под углом красиво заплавлять. Остается очень маленький бугорок. Кушать. Ну, такое, как есть. Я вообще не любитель варить электродом. Ну, в данном случае он более приемлем. Вот такой, кстати, вот образец. Вот именно об этом идет речь. Это объемная буква, ее высота 1 метр. Здесь уже вот так вот обработаны швы. Ну, чтобы не напороться потом на брак, нужно будет на образцах посмотреть, как будет лежать краска. Показать заказчику, чтобы он одобрил. Да, и уже дальше понимать, что мы делаем дальше. Ну, и для себя понять, что как работает. Значит, чем будем обрабатывать? Ну, наверное, первые. Первых два. Просто вот... Ну, такие, что-то их полюбил. Атамановский диск зачистной. Чашка. Ну, здесь, в принципе, нечего рассказывать. А второй я бы вот обработал бы лепестком. Да, вот после все-таки... Ну, первичная обработка это будет обвертка вот этим диском грубым. Вторичная. Вот таким лепестком. Обычно под краску, если что-то такое чистовое нужно делать, я всегда лепестком быстренько подбиваю. То есть, вот эти вот то, что остается грубое зерно. Подбиваю вот таким лепестковым диском. Это 60-е зерно. Ну, я обычно мельче делаю 80-е. Сегодня, к сожалению, не нашлось. Но все равно потом в конце я пройдусь по плоскости вот такой вот штукой. Это такая вот липучка, 80-е зерно. Я пройду с ней потом всю плоскость. Для чего я это буду делать? Потому что вот эти вот вещи, большие плоскости. Окалина, пыль, мелкие царапки там. Ну, и для того, чтобы немножко набить риску хотя бы на ней. Для того, чтобы краска лучше держалась. Я использую вот такую вот штуку. Тут есть плоскость. Вот этой вот штукой будет очень плоскость зачищать очень тяжело. Потому что, когда ты не работаешь, она в принципе делает такую себе борозду. Ну, такую там сантиметра два шириной. А здесь можно работать на плоскости. Ну, либо есть вибрационная у меня машинка. Ну, это будет быстрее по работе. Поэтому моделируем реальные условия, в которых это будет обработано. На макетках их потом задуваем порошком, засовываем камеру, запекаем и смотрим, что получилось. Продолжение следует... так, с этим диском мы закончили попрощались, черновая обработка да и ну давайте, наверное, вот этих вот парочку вот этих мы только собьем брызги а шов трогать не будем вот этим 60-м абразивным диском есть все, оставляем а вот эти вот короткие, которые пластинки но мы все-таки перечистим их полностью вот этим вот диском и включая шов т.к. Играет музыка Так, и вообще плоскости вот этих вот коротких Мы ещё обработаем вот таким вот 80-м Играет музыка Играет музыка Так, что мы имеем? Имеем две вот этих вот Что я называю коротким Да, вот эта плосиночка коротенькая И здесь подлиннее Вот этих коротеньких две мы зачистили Сначала крупным абразивом Потом мелким зачистным 60-м И потом 80-м Ну, здесь всё равно просматриваются вот эти Раковины От первого диска Зачистного Ну и всё равно Ну, вот скажем так Это реальная ситуация Так как я готовлю под обычную краску Ну, из пульвера аэрозольного Под грунт, под краску Я вот обычно вот так готовлю И здесь под слоем грунта Вот это вот Ничего не вылазит Не видно Рисок вот этих С-под крюга А здесь я вот прям совсем-таки По-грязному Просто обработал Вот этим вот диском Зачистным И всё Покроем порошком Тоже двумя красками Глянцем И шагренью какой-то И посмотрим Посмотрим Как оно будет выглядеть в конце Ну, всё Поехали красить Как всегда Старая обстановка Помещение В котором я храню Старые материалы Пока здесь находится Камера Находится здесь Пистолет И порошковая покраска Но это будет недолго Помещение Стены уже отделаны Там остаётся Плитку положить И в принципе Мы переедем Отсюда с порошковой краской Значит наш уголок Здесь краска глянец А мы на другой краске Здесь в принципе Ничего нового Ничего интересного За что я люблю Порошковую краску Да За её простоту Нанесения Так Вторая краска Это 9 2.05 Шагрень Чёрная Красим В этой моей Импровизированной Камере Для покраски Масса подключена Здесь через центральный шнур Дальше там Вентилятор Вытяжка Ну не хочу Про этот колхоз Рассказывать Я с ним Скоро попрощаюсь Когда закончу ТО помещение Вот Поэтому Это всё так Для экспериментов Собрано Собрано И пока что В принципе Даже неплохо Работает Вентилятор Лей Включать Мне Просто от него Вилку Нужно там Где-то Между проводами Искать У меня Таких Две Малюсенькие Запчасти Что я даже Не хочу Запариваться Ну ладно В принципе Для того Чтобы показать Как это работает Я её включу Там Сзади За этим Это фильтр Автомобильный За ним Какой-то Канальный Вентилятор На 120 Ват Остальных Параметров Я его не помню Сейчас он разгонится И я покажу Как это работает Ну Как он тянет В себя Это Какой-то шкаф Коробка От него Я в предыдущем Видео Там где про Раму от мотоцикла Я это всё Рассказывал Ну может Для тех Кто не хочет смотреть Вот она Запустилась Ну вот и всё Пожалуй В принципе Пыль стоит Немножко Но её затягивает Вентилятор Вот так Это работает Вот такие дела Ребята Так Закрываем Камеру Дальше Да Да Видно конечно Вкрапление Белой краски Это от того Что я Плохо Повыдувал пистолет Нужно Мои образцы Один образец Один образец Вот второй Остались только Самые крупные Кратеры Ну размера Там я не знаю Спичечные головки Которые были Дефекты сварки Но я особо Но я особо там не старался При сварке Так прошёл И всё Мне принципиально Принципиально было Видно Как будут видны Эти дефекты Ну и вот последний Так что в общем Вот такие выводы О том что Можно под порошковую краску Просто чистить Этим абразивным кругом Вот таким зачистным Крупным зерном Ну вот Вот такой вот штукой И в принципе Этого достаточно И потом На финишном слое Этого ничего не видно Субтитры сделал DimaTorzok